Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 2 февраля По одному из календарей у славян громница. В этот день христиане чтут память иеромонаха, а затем пустынно-жителя Ефимия Великого. Жил в Палестине. Конец 4-5 века. Февраль – месяц метелей. Недаром на Руси говорили, в юге до метели под февраль налетели. Ефимов день – не исключение. На Ефима ветры дули. Шапку сдули. Кафтан сняли. Рукавицы сами спали. Шутили в народе. Еще одна поговорка. На Ефима с печи слезай, а масляной гадай. Означала, что по погоде в этот день можно было предсказать погоду на масленицу. Если в этот день мела метель, то в этом случае приговаривали. Помело метлой, да на масленицу. Февраль – месяц переменчивый. То январем потянет, то мартом проглянет. А день Ефимия Метельного, человеку внимательному, может многое о погоде всего предстоящего года рассказать. А потому люди примечали. Если в полдень светило солнце, это предсказывало дождливое лето. Дул ветер, то весь год должен был быть сырым. Если с утра чистое небо вдруг начнет белесой пеленой заволакивать, а предзакатное солнце багряным шаром над землей повиснет, наверняка в ближайшие дни следует обильных снегопадов ждать. Иней на Ефимия на ночные осенние заморозки намекает. Яркое солнце приход ранней весны сулит. День теплый, но пасмурный, то метели весь месяц прохороводят, не постесняясь и март прихватить. Наблюдали на Ефима и за поведением домашних животных. Если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят, жди метели. На Руси было время, когда повитуха, приняв младенца родившегося 2 февраля, непременно несла его поповину к одинокому дереву, в котором было дупло. Туда она клала поповину с особенными заговорными словами. Своим тайным обрядом повитуха прибавляла век тому, кого приняла при родах. В этот день лучше ничего не терять, с острыми предметами внимательным быть, мелочь земли не поднимать и после заката не петь. Тогда неприятности точно обойдут вас стороной. А по одному из календарей у славян громница, встреча, сретенье. Громница является предвестницей тепла, воплощая своим явлением сретенье, встречу зимы с весной на Мироколице Яве, когда силы юной весны дают первый бой силам море на зимы. И единственный раз в зимнее время гремит перунов гром и можно увидеть первую в этом году молнию. На сретенье люди идут в храм на славление и несут с собой свечу. После освещения ее называют громничной. Когда весной налетала сильная буря с громом и молниями, в народе говорили, что бьют перуны, то люди, дабы защитить себя, подворье и скот от огненных зорниц, зажигали свечу громничку и ставили ее перед образами и кумирами богов. Применяют такие свечки громнички и в других случаях, когда кто-то собирается в дальний путь, на войну или за океан, средствует какая-то болезнь. Когда первый раз идут пахать и впервые весной выгоняют скот в поле, всегда зажигают свечу громничку. А когда в доме водится несчастье, ею окуривают дом. Вместе со свечками громничками в храме освещали воду, называли Сретенской. Ее берегли, потому что была она целебной, и применяли против сглаза, лечили уши, натирали больные места на теле. Той водой весной окропляли хозяина, когда он первый раз шел пахать. Ее применяли, когда впервые выгоняли скот на поле, чтобы его не брали плохие глаза. Принесенные освещенной водой окропляли углы в доме, чтобы в нем всегда было счастье. В народе говорят, на громницу зима с весной встретились, на громницу солнце на лето, зима на мороз. А сию пору лесной хозяин, любимец Велеса, переворачивается своей берлоги на другой бок. А люди творят различные очистительные и обережные обряды, и просят зимнюю мать Мару Марену быть милостивой к ним, так как до весны еще далеко, а впереди ждут своего часа тимофеевские морозы, самые сильные и лютые в году, и метели. А раз метели, то без сильного ветра не обойтись. Многие крестьяне считали сильный ветер живым существом и называли его дух-вихрь. Запрещалось ругать и оскорблять вихрь, потому что он мог разозлиться и натворить много бед, например, сорвать крышу, замести дом или дорогу снегом. Согласно поверьям, свист мог стать причиной сильного ветра, и поэтому рыбаки на русском севере часто насвистывали в море, желая призвать попутный ветер. В некоторых областях России верили, что в вихре сидит зломный дух-вихровик, могучий богатырь-чудовище, правящий подземным царством. Летал он вместе с ветром, поднимая с земли столбы пыли. Верили, что если кто-то попадет в такой столб, то вихровик тут же накинется на несчастного, который потом обязательно заболеет неизлечимой болезнью. Правда, человек мог отогнать от себя злого духа, бросив в облако пыли нож и тем, ранив вихровика. Так, например, вихрь может подняться над оскверненной могилой, разбросать сено, которое накошено в праздник, то есть в неположенное время. И тогда разрушительная сила вихря воспринималась как реакция природы на нарушение человеком традиций и заповедей их предков. Чтите богов и предков своих, живите по совести да по заповедям, что даны вам, и природа всегда будет союзником вашим. Славяне! Братья-месяцы КОНЕЦ 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 КОНЕЦ